Да, X-геном, переменный геном. Странная штука. Попалась у меня статья с утра о том, что в Америке можно в паспорте гендерной принадлежности половой ставить X, это типа андрогин, неопределившись. Не то, не все, не понимает, что неопределившись, не важно. Такая неопределенность, состояние такое неопределенное, беспредельно неопределенное. По сути, что это такое? То есть X, это куда больше, чем вот эта неопределенность. То, что появился на плане, это означает то, что эта система, то есть, грубо говоря, этот код, этот ключ появился вообще в системе, то есть стал доступным. Заявлен, то есть это явление, заявление такое, то есть такое заявление, заявлен. Значит, заявился, значит, X еще будет назад заявился, по-моему. Я понимаю, что заявился, не запылился, конечно, заявился, короче. Что еще такое? Ну, это переменная ось развития во времени, понятно, масштабная ось. То есть, допустим, ну, это понятно, что квантовая ось, вот эта вот, Христа ось, вот эта вот, именно такая вот, как бы, это, это вообще-то хроносома, то есть, хроносома хроносапиенс, то есть, скажем так, до человека такого, как скажем так, времени, то есть, собственно говоря, или такого временного человека, то есть, человека на время. Я не знаю, как это объяснить, то есть, вот, собственно говоря, это, во-первых, это третейская часть, то есть, между двумя ДНК, как бы несущая такая, невидимая, третья между двух, связующая, гравитационная, то есть, вот она же, собственно говоря, четвертая осевая координата, то есть, это вечная история, так называемая, вечная история, ключ вечного доступа, то есть, ну, то есть, раньше был, как бы, человек, слово век, да, то есть, а тут человече, то есть, это, как бы, человечное, то есть, человечное, вот так имеется в виду, на века, то есть, там был, как бы, на года, а тут на века. Это, как бы, следующий этот самый уровень человеческого стекла. Да, как степень, Да, да, да. Век и вече, да, то есть это другое вот это вот витание, да, то есть грубо говоря. Это там раньше было множество, то есть величество долгих лет было там, многих лет, да, тут как бы веки вечные, так называемые, да, то есть примерно так вот. Или многие, называется, многие лета, то есть это, а тут как бы такие вечные, то есть это как бы такая типа раса такая, можно так сказать, определенная, вот как бы такая вот, ну, с этим, кто обладает вот этим, ну, знанием там, данными, неважно что, да, то есть тут как бы палочку-то, крестик-то, вот этот икс поставить в графе, проблем-то нет особых, то есть он как бы, ну, другое дело, что он ничего не дает. То есть там в чем это неопределенность? Неопределенность в плане того, что как бы это свободная фиксация, то есть как бы свободный доступ, произвольный, то есть это особенно не привязано, это как перемерное значение. Как нефиксация, скорее. Да, 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 как нефиксация ни на чем, да, расфокус, вот эта вот расфокусировка всего, да, то есть примерно, это же, грубо говоря, гендер, грубо говоря, ну, это не гендер, это гендар, то есть вот этот вот даром, который называется даром, вот это вот гендер дара, так скажем так, какого-то, некого вот этого хаоса. божественный такой дар. То есть люди Икса, они как бы такими-то дарами, грубо говоря. То есть у них есть определенные дары. Особенные. Особенные, да. Миссия такая у них, короче, приносить вот эти вещи. Они с каким-то даром вот таким особенным. То есть потому, что это как бы золотой ключ, грубо говоря. Был у нас такой золотой миллиард, какие-то там еще истории золотого кода. Но суть то в чем? Что это как бы золотой ключ, именно как бы этот вот золотой код, золотой геном, да. То есть это вот это секвенциальное. Это как бы открывашка такая, ключ-доступ определенный, да. То есть и само собой, то есть оно как бы к паспорту отношения никакого не имеет. Потому что это же как бы, опять же, ген хаоса, вот эта Х-ось, то есть Христос, да. Которая Иксис-Аксис, да. То есть Иксис-Аксис-Ось, который как-то типа аксис то есть такое было. А это кстати акт Санта-Исса. То есть акка Санта-Исса. То есть вот это вот как-то как бы Иса. Ну мусульман же Иисус там типа Иса был, то есть Ис, э-а. ИСА. Прийти в соответствие с образом. Вот это что. С первоначальным. ИСО. Да, да, да. ИСО, да. То есть, ИСА, то есть, это первообраз, грубо говоря, прообраз такой. ИСО, грубо говоря, у нас, а там ИСА. То есть, это вот А, который, короче, А1, там, не знаю, ну, короче, первообраз. Абсолютно. Андреевский хрест, да, то есть, это, короче, квантовый такой первообраз. Вот это вот ИСА, то есть, примерно так, скажем, переменный, универсальный ключ, то есть, осевой ген, основной ген, то есть, что он в себе содержит? Там, это же, как бы, он же оксиген, то есть, грубо говоря, кислород, да, то есть, он часть от гена воды, вот эта информация, проекция информации, то есть, это H2O, ХОХ, такая система, да, поэтому он содержит, как бы, и ту, и ту, в принципе, формацию, вот, да, то есть, к чему, да, это, как бы, сейчас они заявлены, напланиватели, таких знаний, грубо говоря, да, то есть, они, как бы, они, как глоток чистого воздуха, информационного в систему, то есть, они приносят свежие данные, собственно говоря, да, то есть, такие вот, свежая вода, так называемая, или свежая кровь, там, не знаю, как угодно ее назвать, то есть, это, как бы, вот такая вот, откровение, в смысле свежая кровь, свежее откровение, типа вот это имеется в виду, конечно, то, что это кровяные тельца, телящее дело, а это как бы иное совершенно, то есть вот он просто открывает как бы определенный ключ, там доступа, то есть имеется к информационному полю, вот как к получению данных, так и соответственно к воплощению, то есть примерно так, да, то есть это как хакеры, ХАКС, такой журнал ХАКС, код хакера, то есть это вот такой вот как бы плавающий ключ, грубо говоря, так что это собственно ген основного кода X, то есть вот эти вот X-мены, вот эти вот люди X, ну они появляются в определенные там, ну они всегда есть, вообще на все по X вертятся, но они просто как бы таким скопищем, таким грубо говоря появляются, таким весомым значением, именно как бы такие так называемые часы X, да, то есть переходные такие истории, вот они появляются, то есть это как передача эстафеты просто, а от одного к другому идет, то есть это секвенциальная зависимость G, то есть они тоже часть секвенциальной зависимости, то есть один геном передает эстафеты другому геному, ну примерно так, так выглядит, вот такая вот как бы генная модификация, то есть исходного кода, ну как бы генерация имеется ввиду, то есть генеральная генерация, то есть это же как бы еще генератор, то есть этот геном, да, то есть это все генератория, дженерал такая, genius, genius, general, genius, general, генератора, вот эта вот история из Тора, вот так что вот в красе этот вот код X, то есть хаос-код. Я даже не знаю, это же, конечно, ДНК-то у нас бинарная история, то есть воплощенная, да, а это просто как бы история, вот эта вот нитевая, сутевая история, то есть несущая, несущая, то есть то, что не существует, условно говоря, да, но несущее значение имеет, то есть несущая несущая, то есть примерно несущая, которые сами по себе же не нулевые в значениях, но тем не менее они определяют, размеряют постранство. Да, да, несущая, сущая. И являются несущими, да. Несущая, сущая, то есть это вот такая штука, то есть как бы, как раз вот этот вот масштабный ось Вселенной, о которой говорится сухонос, именно такая вот, она такая вот, ну, золотая ось Вселенной, масштабная такая, соразмерная такая вот, генеральная линия такая, да, то есть вот этот масштабный ось Вселенной. Задающая масштаб. Поэтому штаб такой, да. Нет, и задающая масштаб, то есть если на ней нет соразмеренных каких-то значений, то, соответственно, и непонятен масштаб, и она его и задает. Да, 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 да. Потому что это как бы, ну, штабная ось, понимаешь, штабная вот. И знаешь, еще хочу сказать, через паспорт-то прям удачный заход, то есть это же портап такой, паспорт, портал. Паспорт, паспортальные данные, да. Да, и как вообще, как зайти, это прям вот очень верный ход, заходить через паспорт. Да, 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 потому что именно так в этом самом... Через дверь, в общем, через портал, и не через... не из-под пола лезть, а вот так хорошо заходить. Да, паспорт-альна заходить. Альна, да, то есть примерно так. Там же не паспорт на Гугле, а паспорт-альна, то есть это другое значение, то есть паспорт-альна. Там есть такой пасмот, все это заходит, да, то есть примерно так. И паспорт-альна, то есть, грубо говоря, практически вот такой паспорт, такой x-passport x-men такой заходит паспортально поэтому вот такие порты пассивного входа то есть они там как бы ну таким лейтбэком то есть подложкой потому что вот это вот хроносома то есть вот это вот грубо говоря основного кода подложечного кода да то есть это как бы подложка ну как это подкорка точно как бы ну основу вот этот подложка как бы информационная вот это вот вся история когда пол по под пол то есть это не пол да это под пол то есть это как бы андер пол то есть это не андроген а андерген то есть андер то есть подложечный ген андерген то есть это вот это другое это иное совершенно это не андроген андроген это андроген а андерген это вот как бы подложечный код несущий код в эту историю несущий код андерген подложка это вся вот так что это вот информационный подложечный как бы код по сути смотри получается как андроген это тот кто имеет как бы определенные оба пол а здесь он вообще не определен здесь вообще не не половой вопрос а подпольный вот я говорю что пола как такового не определено это не пропал это под пол то есть до пол имею виду пол как основу когда да да а это подоснова то есть не полков мужской женский а пол как основа да да ну а даже осень ось обновлений так или иначе ось нове вот это вот грубо говоря метательная переменная после минуты вот этого вся штука да а гравитационная несущая из сама обновляет там буквально то есть эта ось обновлений вот примерно так то есть достаточно вот двигателя это плотировало всего то есть с просмотра камера по есть движок собственно говоря да то есть как бы движок просмотра движок жизни пульс вот такой вот вот это вот такая вот штука да то есть что там еще интересного, господи. В общем, короче, да, это вот такая подложечная история, подложечная совершенно, да, то есть это гендар определенный, то есть это что-то такое, что как бы, ну, не фиксировано, да, то есть оно не может быть зафиксировано особо предметами, оно может быть зафиксировано только по каким-то внешним признакам, то есть проявлениям, условно говоря, да, то есть но как бы такими приборными данными, то есть оно только по действиям может быть как-то зарегистрировано, опосредованно. то есть вряд ли ты это увидишь на каких-то приборах, то есть это приборы в этой мерности таких приборов-то не существует, то есть они как бы косвенно там находят признаки этого закономерности, да, вот этого мерности законов, законной мерности, но кто, что законом находится. Но, тем не менее, до конца они еще не могут поймать, потому что это из другого диапазона принципиально иного поэтому воплощенном состоянии его не существует он воплощает это мысль код мысли то есть этот первичный то есть который как бы не воплощен а является как бы воплощающим определяющим воплотителем вот потому что как бы мысль то первично как она в принципе первично да но в то же время появляется мысль появляется но тут же порождает воплощение соответственно это как бы штука она в принципе не будет вот часть этого так называемого кода хаоса бездны хаоса который если воплощен то в определенной мере опосредованная каким-то алгоритмом вот и все то есть какой-то мере опосредованным каким-то алгоритмом какой-то частью кода хаоса то есть какой-то мере кодом хаоса то есть а в принципе то он как бы любой то есть определенным кодом хаоса то есть определенным порядком хаоса вот и и все то есть как бы этот хаос он определен в порядке поэтому хаос в порядке и вот эта штука она как бы содержит в себе несет вот эту вот себе непонятную фигню которая собственно говоря, ну, невоплощаемое, то есть это как бы неопределяемое, потому что оно определяет, это определитель, ну, такой, да, то есть это, знаешь, есть такая штука, как определитель номера, да, то есть он уже, как прибор-то сам по себе неопределяемый, у него нет прибора, он привязан к какому-то номеру, то есть, грубо говоря, но он есть определитель, он определяет номера, да, то есть его определитель номера, а он такой, вот это вот, а есть такое понятие, как ион времени, ион, да, то есть, ион а он то есть это определить обратно а он читается как ну а то есть такое темное что-то неизведанное то есть непознаваемая но а то есть dark такой примерно так вот ну как бы но это же время да то есть иное что-то нечто иное но но а именно такая вот штука но а то есть помню такие были духи хорошие такие странные продать тяжеловатые можно а такие вот да то есть французские жирные такие жирные с этим совсем жиром вот такая ну а то есть такая ну арта понимаешь вот такая штука такая есть муар то есть такое вот а есть ну арт что-то такое это принципе примерно то же самое что информационная протора тоже можно с этим связать вот поэтому вот такой вот код x то есть кодекс это кодекс то есть это как раз этот кодекса исходный кодекс да да код кода x то есть кода x x кода до x кода исхода за вот этого исхода это исходящее значение исходящего я писал еще хочешь стать хранителем или спасителем то есть это как раз то что сама не является этим но это вводит в систему да это 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 как бы ну эта система такая да то есть это собственно говоря как все эта система то есть это все эта система тупой как бы спасительная система ну да спасовать да то есть понятно спас как бы посмотрите они по этому еще и через паспорт да это спас с паспорт это паспорт спасения до спас порта то есть с паспортом да я с паспортом а потому что только с паспортом и пускают в партнер. Да, 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 именно так. И это же проявлено на плане, когда мы начали паспортом. Да, конечно, конечно, конечно. Поэтому через него и заходить. Так как мы говорили, что всегда все вот оно так... Ну что ж, вы так-то вот напрямую прямо сказать, ну, с паспортом так, с паспортом, в порт, да, в порт. Паспорт, да, да, да. Так вот предметно-фигурально и... Вот именно так, да, с паспортом. То есть порт спасения, то есть вот такая штука. Откуда там, откуда идут спасительные данные. Подключаешься к этому через порт к спасительным данным. Вот и все. Ну, таким спасительным, как бы к сейвам, к хранилищу. Спасительные, потому что, понимаешь, сейвы, это как бы это хранилище, то есть хран. Сохранить, спасение, сохрани. Да, спасение, сохранение. А это сейвы, то есть это хранилище. как сервер. То есть у нас и сервер, а это сейвер. То есть общее хранилище. Единое хранилище, единый сейвер. С слушай, так сейвер – это еще и хранилище. Да, сейвер – это хранилище. Поэтому сейчас внутреннее хранилище – сейвер. То есть сейчас теперь оно стало доступно. Поэтому такая история северной军ы. Аどうも。 Как видите, где доступ к этим в�� стал доступен. То есть как вход, как перемещение северного полюса магнитного. Конечно, да, открыли-закрыли. Это квантовый мир, мерцающий мир. Мигающий мир, квантовый мир. То есть то доступно, то недоступно. Понимаешь,iony о так. То доступна, скажем так, широким каналам, на перекладных событиях. То есть, как бы лошадиная упряжка. как бы почта то есть такая то есть например так перенос данных то он разложенном состоянии то есть знаешь как бы дошел сказал ушел вернулся ушел я проделал 2000 километров типа совершил звонок да то примерно так тут звон такой да то есть колокольный звонок такой совершил пришел сказал лично вот это одна скорость а другое дело то допустим по мобильному там по широкому каналу то что делать как бы такой ширококанальный доступ та то есть вот он поэтому то же кому доступен недоступность таки личность который из недоступным становится доступный то есть доступ недоступны расширение доступа права доступа вот расшари ваня да то есть это вот прав доступа это рассktory мне данных шара такая да то есть шара шинー в acknowledged этого и это вся короче на шару Кидает данные на шары. Вот шар данный. Ну, например, все это одно и то же. Ты играл в слов про одно и то же примерно. С разных сторон такая перекатистая. Перекатистые разливы. А еще мы с тобой говорили вчера про ключ под ковриком. Ключ под ковриком, да. Ключ на полу, ключ под матом. И это вот то же самое. Мне кажется, про Х это вот про это. То есть вот ключ под матом и есть. Ключ на букву Х, да. То есть под матом скрыть. На букву Х, да. Прям так вот. Они же ведь могли другое выбрать какой-то знак. А именно Х. Ну, так это тот самый, тот самый, тот ключ, который всего лишь, который тупо под ковриком лежал, под матом. Под ковриком, да. Под материя. Это же под материя, под мат. То есть под материальные данные. Подложка. То есть это под мат. Под ковром мат, под ковриком таким. Под прикрытием, блин. Понимаешь, это вот такая штука, прикрывается, прикрывается. А так она прикрывается, она как бы обряжается, как привидение. То есть это некое привидение, да, которое не имеет формы, может только там пустыню себя примерить. Ну, какую-то надежду какую-то, надежду какую-то. Такую или такую. Вот. Поэтому вот такая вот у нас под материя. То есть вот это вот как бы темная материя, под материя. То есть там вот существует такая штука, дарк нуа. То есть темная материя. Это вот есть как бы носители вот этого кода, то есть этих знаний. То есть это как бы под материя. То есть, скажем так, как под материя есть, это под материя такие. То есть как бы под материя, понимаешь? Да, так вот вы еще говорили же, что под матом, под материя. Под материя, конечно, под материя все это скрыто. Вот поэтому и через мат туда можно зайти, кстати, да. То есть как бы под мат зайдешь. Что-то используя как бы материнский язык, материнского кода. То есть ну у нас тут есть тоже плоское выражение в виде мата такого обычного. Это опять же не совсем то, естественно, но тут как бы тут язык материнского кода. То есть другое вот мат, другой там и матировано оно по-другому. В другом частотном диапазоне заматировано. То есть поэтому это вот такая вот мотизация матершинная. То есть материнская шина. То есть примерно так вот, да, матершинная история. То есть ты понимаешь, да. Шина данных перекачки. То есть это понятно, материнская шина. То есть это такая вот штука. Шина материнской платы. Шина это раскаты, то что катается по плоскости. Шина на плоскости. И она раскатана. Ширина широкими раскатами. Да, она же катается всегда, шина. Широко катается. Своим катанием она, по сути, это пространство соизмеряет, размеряет, расширяет шина. Вот такая вот шина. Она просто и прокладывается как под материю. Шина же всегда прокладывается, как кабель-канал, под подпольем, где-то какими-то огородными. Кабельное, допустим, оптическое волокно на дне океана, или в кабельных каналах, еще что-то. То есть вот такая вот история. А это подложка. Это вообще информационная подложка. Подматерия. Темная материя. Такое дело темное, понимаешь. А темное, это просто потому, что про нее не знают, что это такое. Поэтому она называет ее темной. Темная, я бы сказал, те, кто называет подматерией темной. То есть это андерматерия, то есть это подложечная материя, информационная материя. Информация такая, понимаешь, примерно так. Вот эта вот штука. Поэтому информация, понимаешь, это такая вещь здоровая, какая сильная. Поэтому именно ключ под ковриком в советское время, то есть в советание, вот эта история, да. То есть это же был намек, как бы тоже. Мы оставляли ключи под ковриком. Вот. И это тоже был намек. Ключ от двери под ковриком. Я тоже хотел сейчас сказать про дверь. Да, ключ от ковриком. Ключ же он не сам по себе. То есть ключ не оценен не просто потому, что он ключ. Да, чтобы дверь открывать. Да, 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 да. Ключник, потому что ты включен, конечно, ты с ключом. То есть, как бы, ну, вот эта вот история. Вот. И именно, как бы, ключ от двери, то есть той самой, да, то есть от дверей, от золотого, он как бы андерматер. Адерматер, то есть андерматер. Есть такое альма-матер, а это такая андерматер, такая вот материя такая вот, подматерия. Понимаешь, слов-то терминов не хватает, да, то есть пока. А то сформулируется поточнее позже. А, в принципе, это такая, как бы, подложечная история. То есть, знаешь, вот это как-то основная, потому что тут же, как бы, такая, я бы сказал, золотая пищевая. Потому что тут, ну, ты хочешь есть, это называется, подложечка тянет, да, там сосет, типа. А тут то же самое, тоже подложечные данные сосет, ну, как бы, иного плана, то есть, иная пища. Именно вот эта вся история. Поэтому это золотой пищевой код такой, да, ты, наверное, так, пищевод золотой. Вот это золотой пищевод. Ой, господи. Золотой канал, золотая жива, да. Это пи, да, пищи, то есть, частотной пищи, то есть, пищаль, то есть, знаешь, как бы, писк, то есть, имеется в виду, что это некая частота, очень высокая частота, то есть, писк такой прям, который потом в пи разворачивается, естественно, да, то есть, пищит вот это вот пи. Вот, а по сути, это, как бы, пиковые значения, то есть, грубо говоря, совсем пики, то есть, это прям совсем-совсем-совсем пиковое значение, то есть, верхнее значение пики верха, то есть, вот это вот, да, вот это оно и есть, то есть, вот это вот как раз, понимаешь, ключ под ковриком в Советском Союзе, то есть, вот такая штука, то есть, нам, как бы, намекает, собственно говоря, я бы сказал. очевидным да 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 группа полупотолок купол и купель то вот это это ключ открытий по сути чудных то есть вот она в чем дело дверь эта дверь к открытиям почему где учатся к открытию то есть двери открытию а это ключ открытий чудных открывать данные потому что это странное поведение то есть странный то есть как бы нам странное состояние состояние странника такого времени да то есть это странник типа трактор странного хаоса вот с какими-то вещами и поэтому он как бы соответствует просто и все то есть вот вся история а правит код x то есть ну принципе базовая такая общих словах вот такой кодекс все округа кодекс честь кодекс части то есть часть и то что ты кодекс примерно так кодекс частоты части то есть участие для причастности то есть как причащение кодекс как-то назвать код причащения икс да то есть их и христосе reduction все история как это x дистальная осье вот это вот книги которая потом формируется кристаллизуется в кристальную то есть x риства не она потом как бы кристаллизуется в кристалле ну в кристалли понятно что кристально и эта часть христального то есть грубо говоря там потому что К это половинка Х, то есть с перегородкой прямо видно же, диод такой К, кристальная. Вот такая вот вещь. Ну да, собственно говоря, если кристальную соединить с христальной, вот две кристальные оси, то соединяешь к кристальной, формируешься там, она соединяет себя христальную, то получается в итоге Ж, ну общая система, живая система такая, живые данные, то есть примерно так вот, жива, то есть такая воплощенная частота, то есть живчик, например, такая штука. Ну она и есть Ж, просто она живая, которая нам не видна, временная ось, она на Ж развернута в проекцию, чтобы она была видна. И в этом есть живость в том, что она нам показывает вот это вот Х и Ж, то есть показывает, что вращение вот и вот этой ости, то есть которая на нас, то есть Х это когда она не видно, а вот а как бы Ж, это когда она видна, то есть перпендиколе она стоит, а Х это на нас, а это все одно и то же, то есть по сути между ними вот так вот это вот вращатель стоит, это был такой вот между двумя этими штуками, то есть между двумя всегда возникает третий, то есть он третий как зеркало отражения, то есть примерно так работает всегда. Вот Ж, то есть зеркало Ж, зеркало Ж, это же зеркало Ж, понимаешь? Вот зеркало Ж, зеркало Ж. зеркально же все понимаешь вот альное значение вот и все поэтому такая вот штука как джек коммунальное хозяйство вообще сбор конкретно одинаковых одинаковых к развернутых и повернутых да 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 жкх жкх такое хозяйство вот ну так что вот и жкх да 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 знаю, христальная-кристальная жизнь, так, хрустальная-кристальная жизнь. Ну, в общем, короче, по-разному можно придумать, еще веселиться на тему можно бесконечно. Забавно хотя бы. Поэтому это такая вот штука, да, система такая жизнеобеспечения, я бы так сказал, то есть обеспечительный процесс получается, типа обеспечение производства, жизненное обеспечение, то есть это процесс такой, ну, система такая, система жизнеобеспечения, все, ЖКХ, или КЖХ, или ХКЖ, короче, ХЗ, как его на самом деле, то есть там варианты есть три значения, понимаешь, поэтому Х3, Х3, короче, вот все это, 3Х, и как верти, как хочу, да. Вот поэтому вот такая штука трехосевая, да, она тоже Х, да, то есть Х-хромосома, то есть она, ну, вот так вот вкратце, если описать, что это такое, откуда взялась эта проекция, вот это вот андрогина на плане, и что это с точки зрения, там, более верхнего плана, значит, то есть как это, что скрыто за этим, да, за андрогином, то есть подложка, грубо говоря, да, вот чтение за замыслом, это код чтения замысла, то есть как бы подложка, то есть ты читаешь, что скрыто за значением, то есть как бы, что подложено в эту основу, то есть с перевернутым кодом, то есть спиной. Грубо говоря, спиной, наоборот, за андрогином, скрыто это значение. Иксмена, это за людей x. Это другое, перевернутой, наоборот. Поэтому она просто прикрылась андрогинностью, андрогинность свою, прикрытое значение. Ты просто читаешь за код, примерно так, за код, под код, это андркод. есть такая штука подложечный код основной под несущий вот такая вот это как бы x кодеры то есть x арии там были раньше вот эти вот да то есть назывались x а это x кодеры то есть или кодек кодексеры то есть какой можно их так еще называть кодексер то есть примерно так кодексер не знаю по барабану как хакер то есть хаксер хаксер примерно так саксер то есть как и не знаю как угодно ксахер да все равно как ты понимаешь хоть горшком назовите и в печку поставить наполнить предварительно стать содержимым смыслом каким-то чтобы он спеклось и нужное блюдо то есть это квантовой печи поэтому вот такая вот у нас как бы история x x история x история вот и кстати о чем это была проекция и икс-стори то есть хранилища этих вот store x-store x-store да есть три есть рикстер там еще что то есть а это и просто x и x да это x-store то есть как бы ты кто и от рикстеров более поздняя модель а это x-store то есть откуда и трикстеры все берутся то есть это x-store то есть история то есть это как раздача такая понимаешь хранилища история вот такая вот x-store и пропорта акватория понимаешь тоже туре все это как бы водяная туре а до терратория тоже все что тут на теле она проторена поэтому это территория проторенная история так сейчас завершаем короче вот на этой тропинке тропинке мы завершаем историю